Украинцы в ноябре получат платежки за коммунальные услуги с суммами без учета льгот и субсидий. Об этом сообщили в Министерстве соцполитики. Все расчеты по оплате за коммунальные услуги будут проводиться органами соцзащиты населения, тогда как ранее это делали коммунальные предприятия. За разъяснениями мы обратились в наше управление по социальной защите населения. На каждого польговика Ощадбанком будет открыт обликовый запис. Людям не нужно идти ни в Ощадбанк, ни в предприятие послуг. Ни в Водоканал, ни в ЖКЦ, ни в ЖКХ не нужно идти. Потому что нарахование польги будет выполнять управление социальным защитом населения. После того, как проведено рассчитывание, Ощадбанк должен присылать смс-поведомление польговикам, какая сумма польги перерахована и сколько им осталось платить за спожиту коммунальную услугу. То есть все это будет после 18 апреля. Вчера была проведена всеукраинская селекторная нарада под главным заступником министра социальной политики Виталя Музиченко. Было вирішено и надано доручение информационно-обчисленному центру допрацювати программное забезпечение в частині надания поведомлень польговикам про сумму нарахованої польги. То есть после проведения нарахования за листопад в месяц польги, будет надана можливість роздрукувания этих поведомлень и зазначені поведомления, они будут разнесены всем польговикам. Прохание жителей дочекаться зазначеного поведомления, потому что працовникам необходим еще час для проведения нарахования. В связи с тем, что мы перейшли на новую систему нарахования, есть вопросы, но у нас по городу невеликий процент людей, которые не прошли нарахованию, это всего было нараховано для 2823 осіб. За житлово-комунальные услуги и только 40 осіб выпало из этого нарахования. Им проведено будет нарахование в листопаде польги за два месяца. А если словачане сразу оплатили всю сумму по полученной квитанции, не дожидаясь СМС? Автоматично на всех польговикам открыты обликовые записи, нет потребности обратиться ни в управление, ни в предприятие, ни в Ощадбанк. Это все будет автоматично. И если вы оплатили полностью, то эта сумма польги будет враховаться в следующих периодах. И сумма польги, снова же таки, будет надислано поведомление до конца месяца. Но еще раз хотел обратить ваше внимание, что вы обязаны дать свой номер мобильного телефона в управление социальной защитой населения. И только после этого вы сможете получать сообщения о субсидиях и льготах. Прохание дать, чтобы в будущем получать сообщения о сумме перераховано польги. Что касается дать номера мобильного телефона, за номером 30112, а также до отдела персонализированного облика, это внутренний номер 128, или принимательная 298-96. По вопросам уточнения суммы начательных субсидий и льгот нужно обращаться в 208 кабинет. И так подытожим выше сказанное. После расчета по оплате за коммунальные услуги органы социальной защиты самостоятельно перечисляют средства, а субсидианты смогут их получить или на указанные реквизиты, или в Ощадбанк, который сам проводит оплату по квитанциям. В Минсоцполитике добавили, что сейчас более 95% субсидиантов получают средства на оплату услуг ЖКХ в безналичной форме через Госбанк. Льготников будут уведомлять о поступлении субсидий по СМС, а все, кто получает субсидию живыми деньгами, должны самостоятельно произвести оплату согласно всем начислениям. Продолжение следует...